всем привет на очередной влог я заметила что очень часто я начинаю свои влоги именно в машине но так уж получается сегодня у нас замечательный день в кембридже отличная погода солнечно немножко правда ветрено но по моему 16 градусов это конечно же отлично мы сейчас направляемся в торговый центр я что 5 проверяю немножко стала параноиком по поводу микрофона потому что я пару раз закрывала микрофон своих видео и конечно я понимаю что неприятно смотреть когда половина слышно половину не слышно в общем мы сейчас едем в торговый центр и я хочу посмотреть может быть опять кое-что из одежды кстати вы знаете последнее время начала задумываться чем ближе я подхожу к свадьбе многие девочки кстати под предыдущими видео когда я говорила особенно видео как выйти замуж за англичанина говорили что сейчас очень много хлопот предсвадебная вся эта суета потому что действительно времени осталось совсем немного нужно выбрать платье нужно выбрать макияж нужно выбрать прическу нужно выбрать меню нужно выбрать общем очень много геморроя ну такого приятного знаете как праздничного геморроя я сейчас стала задуматься еще больше о макияже конечно макияж должен быть очень стойкий потому что это такой эмоциональный день когда я уверена что будут слезы ща все так же когда будут слова и сейчас вы можете поцеловать невесту. Я хочу, чтобы у меня помада осталась на губах, а не сползла никуда. Я вот думаю, что за помаду использовать? Конечно, одна из вариантов, один из вариантов это моя все-любимая, я не знаю, как можно еще объяснить, охарактеризовать этот карандаш для губ, который, наверное, всех уже задолбал, кто смотрит мои видео, потому что я всегда про него говорю. Это карандаш от Ardeco водостойкий номер 19, потому что его вообще ничего не берет, ни еда, ни масло. Даже если вы что-то масляное, жирное поедите, он у вас все равно остается на губах. Но не знаю, потому что сейчас я больше и больше задумываюсь о макияже свадебном. Также, кстати, если вы смотрели мое видео про 50 фактов обо мне, я там говорила, что мне не нравится, когда меня красят визажисты. А все дело в том, что у меня было очень много опыта, когда меня красили визажисты на какие-то фотосессии, видеосъемки, по моей работе, например. И, к сожалению, также, кстати, еще раньше, когда я там выступала, пела на сцене, тоже у меня был опыт с визажистами. И, к сожалению, ничего не хочу сказать плохого про этих визажистов, просто мне самой очень не нравилось, как выглядит макияж на мне, потому что я знаю свое лицо, как никто другой, соответственно, я очень требовательна к макияжу. И меня сейчас очень озадачил этот вопрос. Особенно так, как мы будем свадьбу справлять в Англии, здесь, чтобы найти хорошего визажиста, это целая проблема. Так что я начала задумываться о том, что, может быть, мне самой себя накрасить на свадьбу. Конечно, я знаю, что многие там скажут, ой, ну ты, блин, вообще не умеешь краситься. Я считаю, что я умею краситься, и я умею хорошо достаточно краситься. Так что я думаю, может быть, эта, кстати, опция подойдет мне больше всего. Ну, посмотрим. Не так давно я говорила о том, что мы ходили в индийский ресторан. Те, кто следили за мной в Инстаграм, увидели, я там выставляла фотки, просто огромное количество еды, мы там заказали. Я была первый раз, первый раз в своей жизни пошла в индийский ресторан. И вообще в Англии индийские рестораны это очень популярная вещь, потому что, ну, понятно всем, что там колонии, все такое, поэтому вообще вот очень много различных индийских вещей, ну, в том числе индийские рестораны. Они есть разного уровня, более дешевая еда, более дорогая, соответственно, еда. Вот. И мы сегодня опять собираемся туда идти. В прошлый раз, так как мы отмечали день рождения, я не записывала видео специально, потому что мы собрались с друзьями, была такая милая атмосфера, и хотелось это все-таки, знаете, какой-то приватности, поэтому мне абсолютно не было желания вытаскивать камеру. Я вот сделала парочку фоток, да, запостила на Инстаграм, ну, как бы на этом дело закончилось. Но сегодня посмотрим, я постараюсь, может быть, что-нибудь записать, потому что еда мне безумно понравилась. Я первый раз ела карри, настоящее индийское карри, в общем, супер вкусное, большие порции у них там тоже. Большие порции. Так что я уверена, девчонки, потому что, как оказалось, много девчонок, которые меня смотрят, тоже живут в Англии, или, по крайней мере, бывают в Англии, вы наверняка знаете, что индийская кухня в Англии очень популярна. Кстати, кто из вас пробовал, напишите мне в комментариях, нравится ли вам индийская кухня. Очень странно, что они начинают в начале октября продавать вещи для Рождества. И причем это происходит во многих магазинах. У них целые этажи посвящены Рождеству, рождественским игрушкам. Но мне кажется, это как-то слишком рановато. Вообще, мы уже скоро поездим обратно в Латвию. Так не хочется. Я уже настолько здесь привыкла, что просто не представляю, как я поеду обратно в Латвию. Многие, кстати, спрашивают, где я живу. Но я думаю, что скоро я могу сказать так, что я буду жить на два государства. Это Латвия и Англия. Но очень надеюсь, что буду проводить гораздо больше времени в Англии, потому что я обожаю Англию. Конечно же, мы не могли не зайти в магазин, который я уже успела всем похвалить. Это Holland & Barrett. И я купила себе коллаген. Таблетки коллагена у кого-то смотрела на Инстаграм, что очень хорошо для кожи, также для суставов. Для чего тут еще? Для суставов, для костей и для кожи. Посмотрим, будет ли у него какой-то эффект. Но да, как вы видите, я опять что-то купила в Holland & Barrett. Ребята, как вы думаете, куда мы приперлись? Мы приехали опять в Праймарк, только в этот раз не Праймарк лондонский, а в Праймарк Кембриджа. И здесь, я его даже не узнала, потому что здесь так мало народу по сравнению с Лондоном, что такое ощущение, что это вообще другой магазин. Потому что тут реально пустота. I believe in unicorns. Посмотрите, какая милашечка. Это такие спальные комплекты. Кстати, я уже говорила в прошлом своем видео, что в Праймарке очень даже нормального качества продается постельное белье, нижнее белье. Я всегда закупаюсь нижним бельем в Праймарке, потому что оно красивое, кружевное и очень даже по цене нормальное, дешевое. Хочу обратить особое внимание на сумки. В Праймарке, кстати, очень есть качественные сумки. Очень есть. Не знаю, как это по-русски хорошо звучит, но если хорошо порыться, можно найти такие качественные сумки. Я помню, три года или четыре года назад, когда я была в Лондоне, в Праймарк зашла, купила сумку. Она была белого цвета с синей такой окантовкой. У меня все спрашивали, откуда у меня эта сумка, потому что она очень красиво смотрелась, очень классно смотрелась и при этом она, по-моему, стоила 10 фунтов и прослужила мне два сезона. Просто я затаскала ее буквально до дыр. Отличная была сумка, так что я тут уже себе кое-что присмотрела. Ну что, ребятки, мы сейчас вышли из магазина, кое-что прикупили. Кстати, я вам обещала сделать видео с покупками, то есть с примеркой, но не знаю, получится ли у меня его записать в Англии. Я его, конечно же, обязательно сделаю. Только вот где оно будет снято, в Риге, в Латвии или же в Англии, я пока точно сказать не могу, но видео с покупками и с примеркой обязательно будет. Сейчас мы, наверное, уже двинемся домой, потому что нам нужно еще пойти, как я уже вам говорила, в индийский ресторан, посмотрим, смогу ли я для вас что-то там поснимать. Вот, ну, а мы поехали домой. Right? Также еще хотела сделать небольшой такой комментарий. Я тут частенько стала читать под своими видео, что многих людей раздражает, как я говорю по-английски. Я не знаю, думают многие, что я там стараюсь выпендриваться или что я там стараюсь изобразить из себя. Ну, как бы, во-первых, я хочу сказать, что я не стараюсь выпендриваться. Всех англичан, кого я знаю, моих друзей английских, моего будущего мужа, семью моего будущего мужа, мой английский ничуть никак не парит, наоборот, они все говорят, что, блин, ты говоришь лучше, чем многие англичане, говорят на том же самом английском. Поэтому, если вам уж так совсем режет ухо мой английский, я очень сильно извиняюсь, но по-другому я разговаривать не умею, поэтому буду разговаривать так, как могу. Еще хотела сказать по поводу английского, тоже хотела сказать, что он, кстати, у меня изменился в течение нескольких лет, потому что, когда я жила в Америке, мой английский был очень американизированный, то есть, я прям произносила слова не специальные, потому что я там старалась как-то специально их произносить, но более с таким каким-то американским налетом. Мне очень многие это говорили на работе, мне многие говорили, где ты так выучила английский, почему ты говоришь с таким, ну, как бы вот американизированно. Даже вот мой муж будущий тоже мне сказал, что у тебя такой английский более американизированный. Сейчас же он поменялся, и я, это очень такой интересный, как сказать, микс, то есть, это, какие-то слова я до сих пор произношу как по-американски, какие-то слова я произношу больше как по-английски, то есть, это у меня уже сейчас, даже потому что я, естественно, стало больше времени находиться в Англии, естественно, каждый день разговариваю со своим мужем будущим и с его семьей на английском, и я слышу постоянно именно английское, британское произношение, и у меня получается, я уже сама теперь не знаю, такой киш-миш, что-то по-британски, по-английски, что-то по-американски, I'm saying like, I have a mixture of both. И да, я сама пока что не знаю, куда я в итоге приду, может быть, я буду говорить очень близко к британцам, но я абсолютно довольна так тем произношением, которое у меня есть, вот, и все остальные тоже очень довольны. Окей, ребятки, сейчас уже, наверное, 7.30, и мы идем в индийский ресторан, так что, надеюсь, что еда нам понравится. Я до сих пор не уверена в том, что смогу вам что-то записать, обязательно постараюсь записать что-то хотя бы на Instagram Stories, но может быть, какой-нибудь небольшой сникпик все-таки получится. Все, ребята, мы заказали это карри, которое называется Chicken Tikka Masala. очень вкусное. Я думаю, что мы там будем сидеть достаточно длительное время, поэтому хочу заранее с вами попрощаться. Спасибо, что посмотрели этот влог. Мне было, как обычно, очень приятно с вами пообщаться. Подписывайтесь на мой канал, если вы хотите со мной проводить больше времени, если вам нравятся мои видео. В будущем вас ждет очень много чего интересного и нового. Подписывайтесь на мой Instagram, потому что, как я уже всегда говорю это, но это правда, я туда выставляю все самое свежее, и там много персональной, личной информации, так что обязательно подписывайтесь и включайте себе удовление, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я вас всех очень люблю и, как обычно, хочу вам пожелать, конечно же, отличного дня и прекрасного настроения. И мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующих видео. Пока! Мы сейчас находимся в очень классном английском пабе, где очень громко и наслаждаемся отличным вечером. Так что всем желаю хорошего вечера!